несколько недель назад у меня состоялась довольно стандартная фотосессия но она вылилась во множество неприятных нежданчиков я снимал двух девушек на черном фоне в темном зале и видимо в состоянии бреда у меня была тогда сильная температура я решил взять эти снимки залить ноутбук и поехать на дачу подлечиться обработал их там посмотрел все отлично и уж было хотел отправить обратно девчонкам мол все готово но напоследок все таки решил проверить дома это на нормальном мониторе benq sw 271 у меня такой монитор и это было не так классно как я думал изначально пришлось все переделывать не все но часть снимков были неприемлемыми небольшое отступление касательно монитора позади меня не мой монитор это sw 320 от того же benq он гораздо больше и я выпросил его у саши гориценко просто для теста проверить насколько мне будет комфортно работать за ним и возможно приобрести его для работы в офисе чтобы в каждом уголке был свой монитор и чтобы косяки которые всплывали в этой истории больше не появлялись моей жизни никогда касательно данного монитора повторюсь это benq sw 320 10 бедная матрица с охватом adobe rgb 99 процентов и главное он больше почти 32 дюйма ну если честно 31 с половиной что очень круто для меня а самое главное он откалиброван конечно же здесь можно работать и в других цветовых пространствах но лично меня интересует в первую очередь комфорт и внимание спойлер мне было удобно я человек у которого постоянно болят глаза и спина поэтому комфорт для меня самое важное во всех аспектах итак знакомьтесь это ангелина съемка проходила ранним утром а в это время девушкам не всегда удается выглядеть безупречно в общем наша модель была не так хороша как обычно что я в принципе еще тогда заметил но видимо под температурой был не столь внимателен как оказалось даже хороший мейкап и выставленный свет не помогли на профессиональном мониторе все огрехи были как на ладони небольшие синяки под глазами некоторые дефекты кожи и так далее слово говоря наша модель любезно согласилась на использование материала с ее участием в этом уроке так что думаю не обидится главная задача которая стала передо мной уже постфактум это дополнительно поработать с лицом девушки прикрыть синяки чуть почистить кожу ну и другой по мелочи закроемся шторками чтобы не ловить блики и видеть картинку максимально чисто поправим угол сядем удобно нальем себе кофе или чай и приступим я не буду сейчас говорить о популярном плагине партитур я буду использовать стандартные инструменты фотошопа довольно классическим способом для вашего удобства я буду писать изображение с части экрана чтобы панель инструментов было больше таким образом вы даже со смартфона сможете разглядеть каким инструментом я пользуюсь и в какой пункт меню кликнул мышью для начала конечно же увеличим и анализируем можно даже экран поярче сделать если с небольшими прыщиками можно справиться с инструментом клонирования я имею ввиду клонированный штамп то вот синячок под глазом штампом так просто не убрать да и вообще не советую вам хвататься за него сразу я имею ввиду заклонированный штамп повторюсь сегодняшний метод ретуши это классический способ они метод частотного разложения которые сейчас говорят везде и повсюду о нем мы тоже поговорим но скорее всего в другом уроке сегодня по классике для начала возьмем инструмент быстрое выделение или нажмем клавишу w выделяем лицо досконально покоряем не обязательно это все можно потом поправить в панели сверху выбираем выделение потом пункт выделения и маска наше изображение выделилась вот она наша маска здесь мы можем ее подкорректировать и дорисовать но самое главное в меню справа в пункте вывод выберите пункт вывод слоя со слоем маской чтобы ваша маска шла отдельно с отдельным слоем жмем окей вот она наша голова висит в воздухе вы видите что у нас теперь два слоя и маска поставим галочку чтобы видеть нижний слой и избавиться от летающей головы теперь выбираем второй слой заходим фильтры размытие размытие по поверхности и выставляем вот такие значения это уже довольно банальный метод и эти цифры на слуху у многих ретушеров просто запомните их такие значения смягчают кожу но не превратят лицо в размытое месиво теперь внимание вопрос на таком как мы определяем резкость уверен что все из вас сразу правильно ответили про себя но я все же оглашу конечно же резкость первую очередь оценивается по граням чтобы лицо стало более резким нужно удалить маску вместо граней то есть там где у нас рисуются основные линии и контуры это брови нос глаза губы носогубная складка и так далее основную площадь кожи такую как лоб щеки мы не трогаем нажимаем на маску второго слоя берем ластик и чистим ненужные места для ретуши а теперь самое интересное как прибрать синяки способов конечно много но я покажу самый самый простой и повторюсь классический берем инструмент кисть или нажимаем кнопку by и зажимая alt выбираем близкий участок кожи по цвету ставим кисть процентов на 5-6 и просто замазываем темные полосы и вот поверьте переборщить здесь очень просто лицо стало чище но как пластмасса а нам нужна хоть какая-то фактура заходим фильтры шум добавить шум и выставляем значение 1,55 если вы сочтете это недостаточным то можно чуть увеличить значение но не более чем 1,7 вот что было а вот что стало думаю разница на лицо в данном случае на лице на лице ангелины конечно же хороший фотограф первую очередь должен избегать ретуши всеми силами нужно стараться изначально сделать снимок хорошим гладким с хорошими тенями с хорошим световым рисунком но если у вас поджимало время или здоровье подвело или просто какая-то нештатная ситуация возникла в принципе то это неплохой неплохой способ все исправить он оперативный он классический и он действенный это самое главное надеюсь вам было интересно небольшое вступление и дружеский совет я сегодня уже неоднократно об этом говорил но повторюсь друзья у нас только два глаза и один позвоночник заботись о вашем организме убедитесь что у вас хороший монитор от которого не устают глаза за которым вам комфортно работать убедитесь что стул под вами тоже комфортный все в рабочем процессе должно создавать комфорт и как следствие удовольствие это просто дружеский совет но я рекомендую к нему прислушаться на своей шкуре испытал что это очень важно на этом у меня все надеюсь вам выпуск понравился он был коротеньким и надеюсь полезным но и не скучным за старание я буду рад вашему лайку конечно же комментариям предложением как обычно и посещайте наши соцсети vk facebook instagram нажимайте колокольчик делайте репост видео чтобы больше людей о нем узнала мы будем вам очень благодарны от всего сердца до встречи в следующих видео пока удачи и Продолжение следует...